Что мы обычно исчисляем в свою историю с приобретением первых источников или первых, если касается музея, картин. К 1870 году мы относим к приобретению первых картин Владимира Платоновича Сукачева. Но есть еще одна дата – столетие, когда наш музей стал государственным достоянием. Это был 1920 год, когда картинная галерея основателя Владимира Платоновича Сукачева перешла в государственную собственность и стала общественным достоянием, государственным достоянием. Но есть еще одна дата. 30 лет назад музей обратился в городской совет народных депутатов с тем, чтобы нашему музею было присвоено имя Владимира Платоновича Сукачева. И 1 октября 1990 года это имя было присвоено. Академик Борис Тимофеевич Бычков отлил в бронзе барельеф, который сейчас находится на здании, на стене здания музея на Ленина 5, посвященный как раз Владимиру Платоновичу Сукачеву. И есть еще одна дата. 105 лет одному из ведущих музейщиков России, Сибири, нашего музея Алексею Дементьевичу Фатьянову. Сейчас идут последние часы прощания с Ириной Александровной Антоновой. Я была лично знакома с ней. Она давала превосходную выставку нашему музею. 36 шедевров. Ушел из жизни удивительный музейщик, человек. Высокопрофессиональный, которая жила в искусстве, жила искусством. И интегрировала музейный мир России в общемировое сообщество. Международный комитет Совета музеев. Фатьянов Алексей Дементьевич и Ирина Александровна Антонова. Ну практически сверстники. Сверстники и сделали очень много для того, чтобы развивался музейный мир России и музей России. Они внесли очень много и в теоретическую, и в практическую базу музейного дела. Поэтому светлая им память. Итак, о нашем музее. Да, мы относим основание нашего музея к 1870 году. К этому году относятся приобретения первых картин. Но представьте себе, что первый поезд в Иркутск пришел только во второй половине 90-х годов. Как же Сукачев доставлял эти бесценные полотна? Репина, Клода, Клевера, Айвазовского, Боголюбова. Сто картин и разные гравюры, скульптуру он доставлял сюда, в Иркутск, в свой дом для того, чтобы сделать их достоянием общества Иркутского. Расстояние огромное, 6000 верст. Не каждый иркутянин мог посмотреть картины в столицах. А Сукачев на санях доставлял завернутые меха, доставлял в шкуры, доставлял эти работы сюда, в свою галерею. Первоначально, когда ему досталось наследство купцов-трапезниковых, а он принадлежал к социально-экономической элите Сибири, к роду купцов-трапезниковых по своей матери, а по отцу к петербургскому дворянству. И вот представьте себе, он вступает на средства, ему достаются особняки, огромная сумма средств материальных, пароходы и много земли в Иркутске за ее пределами. Этот человек привозит картины, и они впервые выставляются в особняке трапезниковых. Сейчас это площадь улица Желябова, напротив цирка, сейчас там находится областной суд, но это особняк трапезниковых. И впервые картины поселяются там. Но Сукачев, который очень много воспринял из южных губерний России, очень воспринял усадебный тип жизни, а усадьба 80-е годы 19 века – это целая мастерская для воспитания творческих личностей, очень много путешествовал по Европе и видел особняки, которые были окружены зеленой зоной, сады. Он решил построить загородную усадьбу и строит ее за чертой города, центральной его части, на Иерусалимской горе, с которой виден был весь Иркутск. И так галерея была основана. И с 70-х годов 19 века она принимает картины галереи, принимает участие на выставках. Владимир Платонович был не просто коллекционер, не просто представитель купеческого рода. Он был крупным общественным деятелем. Он входил в элиту тех российских деятелей, которые никогда не были связаны с государственными органами, с государственной службой, но несли на себе бремя огромного общественного долга. И вот этот долг плюс государственное мышление приводили к тому, что он, именно его избирали трижды городским головой. Именно он решал проблемы государственного значения совместно с губернаторами, с высшей властью нашей губернии. Кроме того, он был еще и попечителем многих организаций. Кроме этого, он возглавлял и крупнейший научный очаг Восточной Сибири, в котором был Восточно-Сибирский отдел императорского русского географического общества, основанный в середине XIX века. Общество, этот отдел русского географического общества, аккумулировал вокруг себя все интеллектуальные силы того времени. Ну, а в основном это были, конечно же, представители ссылок, политических ссылок. Среди них были и декабристы, и польская ссылка. Среди них были представители социальной ссылки, марксистской, народники. То есть самая духотворенная часть российского общества, она принимала участие в политической борьбе, и, в общем-то, оказывалась здесь, в Сибири, и сосредотачивала свои силы, как людей, образованных, могущих влить свои знания в развитие Сибири около географического общества. Когда в 1920 году произошла национализация галереи Владимира Платоныча Сукачева, то я хочу сказать, что ей здорово повезло, потому что возглавляли ее люди, имеющие добротную выучку, люди с огромной мощью творческой энергии, потому что они были все художники. Это был и Пантелеев Киреев, отмеченный Алексеем Гементьевичем Фатьяновым. Это был и интереснейший художник Померанцев, Константин Померанцев, который фактически создал художественную школу в Молголии. Это был Борис Лебединский, выдающийся график России. Это Лебединского сменил художник тоже, человек, который входил в правление общества художников, который преподавал в художественном училище. Это был Григорий Иванович Дудин. Он возглавлял картинную галерею, которая затем превратилась с 1936 года, превратилась в художественный музей, и уже был не в качестве хранителя, как предыдущие хранители он сам, а стал уже и директором художественного музея. Когда была национализирована галерея, она влилась в единственную музейную базу, базу Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, музей, созданный учеными, который объединял и коллекции исторические, и художественные, и палеонтологические, этнографические, геологические. И именно в этот музей галерея вошла, как художественно была объединившись с историческим, исторический отдел, о чём и говорит в своих летописях Нита Романов. Я вам хочу сказать, что галерея размещалась сначала в магазине, который сейчас занимает детский мир, на улице Урицкого, бывший особняк купца Мерецкого, тоже крупный магазин. Через два года ей отдают особняк купца Файнберга, сейчас там училище располагается, а через 30 лет городской совет народных депутатов отдаёт ей здание Сибирского банка. Это Карла Маркса 23-25, второй этаж. Два здания 23-25 объединяет историческая арка, и поэтому второй этаж как бы двух зданий объединён и отдан единому учреждению, это художественному музею. Через 20 лет, в 1971 году, сохранив за музеем помещение на Карла Маркса, городской совет народных депутатов предоставляет галереи Ленина 5, превосходный особняк, где размещалась мужская классическая гимназия, губернтская гимназия. А затем, перед тем, как въехать в галерею этот особняк, уже художественному музею, размещалась Академия наук. Пройдёт ещё чуть больше 20 лет, и музею городской совет народных депутатов отдаст всю мемориальную усадьбу весь историко-архитектурный, архитектурно-парковый комплекс, в котором сейчас располагается и мемориальный музей, и центр эстетического воспитания для детей. И отдаёт первый этаж на Карла Маркса 23-25 и часть улицы Свердлова, и здания деревянные памятники архитектуры 16, 18, 20. Наш музей, получая все эти огромные помещения, первое, увеличивал коллекцию музея, второе, пытался показать и расширить доступ иркутян и гостей города культурным ценностям, увеличивал экспозиционные площади. Но ещё мы придерживались принципа той эстетики, которую привнёс Сукачёв в город, а именно зелень, парковые зоны. Когда Сукачёв приехал, когда он здесь жил, когда он формировался в городе Иркутске, когда он учился в мужской гимназии, в городе Иркутске не было распространено, чтобы около особняков или домов были сады или парки. Город формировался в основном по принципу Петербурга, этакий трезубец Посейдона от реки «Идущие стрелы». Но, к сожалению, зелёных зон было мало. Именно Сукачёв, когда он приезжает навсегда поселиться в Иркутске, а это были 80-е годы, обременённый уже семьёй, детьми и женой, и когда он строит свой особняк на Иерусалимской горе, он оставляет за собой огромный массив парковой зоны и превращает в парк эту зону для гуляния, для посещения. Он решает озеленить город и создаёт Сукачёвский парк, это на нижней набережной горы. Он озеленяет набережную там, где сейчас, там, где кончается улица Карла Маркса. Он озеленяет сквер около драматического театра, около гимназии создаёт тоже сквер. Вот этот принцип зелени, принцип оживления Иркутска, наверное, помогает его образованию, потому что он закончит, естественно, научный факультет. И так галерея стала государственной собственностью. В 20-30-х годах она стремительно пополняется. Из 100 картин Сукачёва пополняется за 20-30-е годы. Почти около 4 тысяч составляли её фонды. Почему? Потому что, во-первых, было очень много национализированности. Сколько только включало в себя древних икон строгановской, московской школы, северных школ, коллекция купцов казанцевых, которые, уральских купцов, которые эвакуировались через Сибирь, Дальний Восток, из России. Она была здесь национализирована. Коллекция Даукша, принадлежащая врачу Даукша, но она принадлежала раньше сенатору, его родственнику, сенатору Иракову, посвятившему всю жизнь судебным учреждениям губернии. Я вам хочу сказать, что коллекция Эверта, генерала, участника Гражданской войны 2014 года, много больших или малых собраний вошло в коллекцию Иркутского художественного, художественную коллекцию, и даже отдельные разные работы. Я вам хочу сказать, что в 30-е, 40-е, ой, в 20-е, 30-е годы коллекция пополнилась произведениями, скульптурой, портретами, пейзажами, акварелями, редкими иконами. Вот у нас, допустим, появляется в коллекции Ланцере, появляется Антокольская, бывшей мужской классической гимназии, появляется Белоницкий, Бируля, появляются работы Шульца, Бестужева, Сомова и редкие книги. И очень много вобрал художественный исторический отдел, который создан был на базе галереи Сукачева, из коллекции музеев Сорга. Ведь ученые, которые путешествовали по странам Центральной Азии, Китай, Монголии, Тибету, которые путешествовали по Европе, ученые в экспедиции в Центральную Азию, ехали через Запад, они привозили очень много предметов мастеров, принадлежащих мастерам Западной Европы, мастерам Китая, мастерам Монголии. И вот эти все художественные произведения из кости, лака, фарфора, из полудрагоценных камней, а также произведения из культуры, живописи, гравюры, они все поступали постепенно в музей Сорга. А из музеев Сорга, или как его после национализации называли научный музей, вбирала эти художественные произведения художественная галерея, или к тому времени она называлась художественно-исторический отдел. Перед войной галерея насчитывала около 4 тысяч произведений искусства. Во время войны, конечно же, она подчинилась общим законам музейного мира, две задачи стояли перед музейным миром периода войны. Первое – это заберечь коллекции, и второе – организовать такие мобильные формы работы, чтобы нести, не переставая неустанно, нести художественные ценности, на них воспитывать то поколение, которое подрастало в годы войны. И наш музей организовывает передвижные выставки. Он едет на пассивные станы, или на уборочные станы в уборочной компании. Он едет в госпиталя, организует выставки в воинских частях и на площади дома, в Файнберге, где располагалось. Ну вот закончилась война. И в 1951 году, получив здание на Карла Маркса, музей ремонтирует это здание и постепенно перевозит все художественные коллекции на Карла Маркса 23-25. Тогда многие говорили о том, что залы галереи производили чарующие впечатления, потому что та патриотическая одностроенность, которая была свойственна выставкам в годы войны, вдруг сменилась теми работами, которые носили чисто характер более человечный, более интимный. Возникает удивительный портрет, возникает, больше уделяется внимание пейзажу, на тюрмборту, патриотическая тема остается, но возникает новая экспозиция, а с ней изменяются ее контуры, появляются другие произведения, произведения мирного времени, но наступает 1956 год. Принимается ряд решений о том, об освоении Сибири. В Сибири отводится роль площадки для организации гигантских новостроек, освоения ангары, строительства гидроэлектростанции, Иркутская, Братская, Устилинская, Саянская, лесокомплексы, химия, химические комплексы, алюминиевая промышленность. Надо было отражать человека, который по комсомольским путевкам или после армии, или просто так ехал на эти стройки. Необходимо отразить новую Сибирь, не каторжную, не Сибирь периода войны, а новую Сибирь. И тогда возникает картина. Она не просто возникает, она всегда была, но она носит мирный характер, огромных, колоссальных строек. Это было отражение огромной созидательной действительности. И тогда в стенах музея собирается то, что до сих пор потрясает своим масштабом. Это была конференция художников огромного края, от Урала до Тихого океана, от северных морей до границ Монголии. Собирается более трёхсот делегатов, которые везут 900 произведений искусств со всех районов. Это была конференция Сибирь творческая, Сибирь социалистическая. Это была огромная репетиция крупному, первому в истории советского государства конференции, ой, простите, съезда художников огромной страны, которая раньше называлась Союз Советских Социалистических Республик. Да, конференция была репетицией. Необходимо было правительству узнать, чем дышит художественный мир Сибири, с чем они выйдут на съезд, что они повезут на съезд, какие проблемы в художественной жизни Сибири существуют, что хочет художественный мир Сибири, чем он дышит и чем ему дышать завтра. Ведь огромная созидательная программа новостроек принята. И вот тогда состоялся съезд в стенах музея, сохранились фотографии тех лет, руководил съездом выдающийся график Лебединский. Он ввёл этот съезд. Фотографии опубликованы в одних из материалов наших научных чтений, вот последних чтений. И тогда, конечно же, впервые художники вдруг после войны почувствовали плечо друг друга. Они ставили проблемы, они говорили о мастерских, которых не было, о жилье, которое не было, о том, что народы Севера, которые веками, тысячелетиями занимаются промыслами. Нет между ними союзов художников, и они остаются промыслами. То есть были подняты проблемы малых народов, художников малых народов, художников всей Сибири. И когда художники Сибири вышли на съезд, а делегатов было послано несколько на съезд, избранных на этих конференциях, то вернулись они уже совершенно с новым настроением. И тогда Сибирь. Сибирь начинает рождать новую действительность, новую картину, картину новостроек. Тогда строится союз художников здания, начинает подготавливаться творческая дача. Плоды этого труда находят свое выражение в коллекции музея. Это время 60-х, 70-х, время героического романтизма, время, которое, когда мы представили на выставке, по-моему, в том году или позатом, мы периодически устраиваем выставки этого времени, она потрясла своим размахом. Это первое, размахом художественного творчества. Но она потрясла тем богатством нашего коллекции музея, тем собранием вот этого времени героического романтизма, тем портретом, той картины, тем пейзажем, которые говорили совершенно о правильной политике музея, которая, в общем, была направлена на отражение действительности. В 80-е, 90-е годы не... не... то есть коллекция пополняется, пополняется, как и в последние годы. Основной крем делается на сибирском творчестве, сибирских художников. Мы сибирский музей, и это понятно. Что дает нам такое богатство коллекции? Первое, богатство исследовательской работы, богатство издательской деятельности, которая выделяет музей среди других провинциальных музеев. Только за последние 30 лет я смотрю десятки изданных книг. За последние три года монографический характер издания приняла, а также пошло по пути публикации владельческих коллекций. Воборот, для общественности были введены сотни имен художников неизвестных, сотни неизвестных работ художников, а также история музея. И еще я хотела сказать несколько слов о той странице истории музея, о той его жизни, которую мало кто видит. Это о нашей крупной, очень глубокой, очень кропотливой реставрационной работе. Реставрируют музей свои произведения и в Эрмитаже. Реставрируют во Всесоюзном центре имени Академика Грабаря в Москве в училище 1905 года. Но с 1975 года в Иркутске был создан филиал Академика Грабаря реставрационного центра. В 1993-м, к сожалению, расформировали, его трудно было в Москве содержать. И тогда музей принял высокопрофессиональные кадры реставраторов. И сейчас в музее работает мастерская реставрационная. И то, что сотни работ прошли через золотые руки наших реставраторов, и мы периодически отчитываемся перед обществом о возрожденных шедеврах, это богатейшая страница жизни нашего музея. Так что я желаю нашему храму искусства, а это храм долгих лет процветания и держать так, как он держит сейчас линию своей культурной политики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok